Хоккеистка Екатерина Добродеева из поселка Переяславка района имени Лозо будет бороться за победу на Олимпиаде в Пекине. 22-летняя нападающая уже приехала в Китай. Связаться с ней по видео или получить фото с тренировок невозможно. Запрещено правилами Олимпийского комитета. Наш корреспондент Арина Солдатенкова отправилась в родной поселок. Девушки встретятся с теми, кто помогал ей начать карьеру в хоккее. Вот это бронзовая медаль за молодежный чемпионат мира. Это они завоевали в Америке, в Бапово. Награды хоккеистки Екатерины Добродеевой показывает ее отец. Бронза за чемпионаты России по хоккею среди женских команд и молодежные чемпионаты мира. Золото за универсиаду. Все медали семья хранит дома в поселке Переяславка. Хотя сама спортсменка уже давно живет и тренируется в другом регионе. Около этого болота тормозим правой ножкой, около левой ножкой. Учиться большому хоккею Екатерина началась с 7 лет. Вот на таком открытом поле. Стоять на льду и оттачивать трюки можно было только зимой. Первый тренер Наталья Труйнова вспоминает, что карьера хоккеистки нынешней участницы Олимпийских игр едва не оборвалась на первой же тренировке. Она приехала домой и говорит, я не буду заниматься хоккеем, она страшная, то есть я страшная в этой маске. Ну, Руслан позвонил мне, говорит, Наталья, ну она не хочет. Я говорю, давай маску снимем, да и все. Решили этот вопрос, увлеклась. Ради увлечения дочери на тренировке иногда каждый день родители и дедушка возили ее из Переяславки в Хабаровск за 60 километров. В детской школе Амур на закрытой арене учиться можно было круглый год. Чтобы попасть в женскую хоккейную лигу, Екатерина тренировалась в команде с мальчиками. Семь лет назад ее заметил Красноярский клуб «Бирюса», вместе с которым спортсменка завоевала свои большие награды. И контратака «Бирюсы», выход Добродеева и гол продолжается у нас в гольевая феерия в исполнении Красноярской команды Екатерина Добродеева. Сейчас Екатерина Добродеева в Пекине. Готовится к главным играм в своей карьере. В родной Переяславке новость о том, что землячка представит Россию на Олимпийских играх, отметили ярким баннером на хоккейной коробке. Надеются, что достижения спортсменки помогут уличному хоккею в поселке обрести свою крышу. С просьбой построить ледовый дворец в Переяславке отец Екатерины уже обратился к губернатору. Не у всех есть возможность родителей, у кого-то по времени, у кого-то возможность возить детей в город, заниматься в тот же Амур, где-то еще на какие-то хоккейные закрытые дворцы. Поэтому хотелось бы, чтобы и в нашем районе тоже было. Тем более у нас тут рядом район Вяземский, Бекинский район. Может быть и оттуда тоже детишки будут приезжать и будут заниматься. Первая игра женской сборной России по хоккею состоится в Пекине в пятницу против сборной Швейцарии.